Среди облаков плывет ажирный небесный кит. На память сорвем себе созвездие сувенир. И с ним уплывем. Уже? Нам ловно корабль шить. По мачке гуляет сон. И фея как борчит. Это будет поэтический перформанс со стихами и песнями, говорит Ангелина Куликова. Девушке только исполнилось 19, у нее уже есть главная роль в фильме, сейчас она учится в школе-студии МХАТ. А завтра состоится презентация ее книги сборника стихотворений «Вертикаль». На самом деле началась эта история с того, что я создала паблик ВКонтакте со своими стихами, называла его вертикально просто так, скажем так, от балды. А потом это слово стало обрастать смыслами. Ну, во-первых, вертикально сразу есть такое ощущение, что это вот что-то оппозиционное к слову параллельно. То есть, ну, кому-то по жизни параллельно, а мне по жизни вертикально. Я хочу тянуться вверх, хочу чего-то достигать. Ангелина, как она сама говорит, рифмует уже 12 лет. Ее мама и по совместительству первый слушатель вспоминают, что первое стихотворение дочери было про снежинки. Но молодая поэтесса признается, осознанно начала писать только пару лет назад. Именно стихи этого периода и попали в сборник. А собственная книга – это подарок родителей на ее 18-летие. Трудно признаваться, что некоторые стихи ты не понимаешь, несмотря на то, что ты взрослый человек, проживший там чуть больше, чем твой ребенок. И очень важно было не побояться задать вопросы. Объясни, почему, о чем, что значит эта метафора, что значит это сравнение. Презентация книги, как и сам сборник, разделена на 4 части по временам года. При этом Ангелина любит создавать поэтические портреты людей и городов. Молодому автору помогут познакомить зрителя со стихами не менее талантливые ребята с театральной студии «Чердак» и ее младшая сестра, тоже юная актриса. Повторяют со мной слова, когда мне это нужно. Помогают в трудный момент, поддерживают. В планах у семьи после презентации в Череповце представить книгу и в Москве. Ангелина уже начала писать новое произведение для своего второго сборника. Александр Шагичев, Александр Беспалов. Новости.